всем привет дорогие друзья вы на канале galaxy watch канал только смарт-часа компании samsung сегодня такое практическое видео для всех тех у кого очень быстро садится аккумулятор что я имею ввиду но перед тем как начать вообще об этом говорить хочу внести некоторую ясность давайте начнем с того что если вы недавно так скажем вчера позавчера обновили часы пришло обновление вы их обновили и после обновления они у вас стали садиться очень быстро да тогда стоит подождать сутки двое потому что прошивка она обычно встает где-то в пределах этих дней до нормальные начинает функционировать советую также раз в день часы обязательно перезагружать тогда это будет нормально я имею ду после прошивки все если у вас именно в этом проблема тогда через пару дней все встанет на свои места и будет работать нормально также дорогие друзья если у вас версия с lte тогда и у вас lte вообще мобильная связь включена всегда тогда это вообще нормальное явление потому что lte потребляет более всего ресурсов ваших часов до в данном случае заряд батареи поэтому неудивайтесь да советую вам просто это включать тогда когда вам может быть это необходимо так она в принципе я вообще не понимаю зачем lte на часах ну если честно да потому что смартфон всегда со мной а с часами ходить просто разговаривать как бы ну может быть если вдруг забыл смартфон тогда это полезно а так в принципе ну не вижу необходимости такой большой в этом но суть не в этом ладно я не об этом а теперь мы с вами будем говорить именно о том что если у вас часы без lte допустим да нормально там год в моем случае это galaxy watch 4 classic 46 миллиметров все значит они у вас допустим держат сутки или меньше суток вот у меня часы полтора суток до или двое суток ну как бы нормально держит в принципе да если я допустим видосы какие-то не пишу особо сильно да тогда они держу двое суток если я начинаю видосы писать там связанные с какими-то приложениями и т.д. подобное еще что-то да с настройками и частенько очень туда залажу тогда это полтора суток но за сутки у меня часы никогда не разряжаются но такое было и было это связано именно не с проблемой часов да и их прошивкой а с проблемой приложения которые я на них установил именно после этого они у меня начали катастрофически просто садиться на глазах и когда я изучил этот вопрос посмотрел нашел это приложение удалил его у меня стало все нормально раньше хочу сказать на galaxy were был было проще там была такая функция вернее настройка такая была в galaxy were был как использование часов до туда заходишь такая вот как допустим сейчас сейчас я вам изображу это так вот у нас есть пожалуйста вы сейчас это видите все на экранчике использование устройств или обслуживание устройства подобная была штучка такая на galaxy were был все вы зашли допустим в батарею и там было видно использование батарейки какие конкретно до приложение ели батарея очень сильно все и вы могли просто ее остановить перезагрузить переустановить либо вообще удалить если она вам не особо нужно было это приложение и тогда все становилось на свои места сейчас этой настройки в galaxy were был нет поэтому мы заходим с вами в galaxy were был настройки galaxy were был далее идем в приложение и здесь выставляем все приложения вот как я вам сейчас показываю и уже здесь поэтапно вы проходите по всем приложениям допустим вот открыли вы первое приложение альтиметр барометр кстати на него сниму скоро видосик и смотрите здесь ага зарядку не ест понятно хранилище там ладно это оперативной памяти нет все вы понимаете что нет сбоя да то приложение которое будет выдавать что она использовала очень много заряда здесь вот когда вы увидите да тогда его стоит что сделать а стоит его остановить и либо вообще его открыть на часах не надо либо удалить и поставить попробовать по новой да допустим недавно у меня такое было на только уже на смартфоне значит приложеница вот творческая студия видите написано обнаружена проблема она выдавала у меня ошибку постоянно из-за этого постоянно перезапускалась в системе соответственно потому что это android но то выгрузить то в грузе то выгрузе то в грузе то в грузе короче и поэтому она ела ресурсов батареи намного больше чем в принципе в ней заложено я установил android 12 и вот именно на android 12 да на бета-версии она начала вот такие проблемы эта творческая студия выдавать также вот смотрите переведено спящий режим спящий режим и где-то автоматически переводится но так как творческую студию я постоянно запускаю чтобы смотреть комментарии да и отвечать на них то естественно она у меня в режим сна не уходит а вот обнаруженная проблема и смотрите сколько проблем от со вчерашнего дня сегодня еще как бы проблем не было но вот начиная видите все это все проблемы что свою очередь но ввело к большому расходу аккумулятора то же самое сейчас происходит абсолютно и на часиках galaxy watch 4 абсолютно то же самое вам просто нужно до найти эти приложения или найти это приложение и взять его и удалить либо переустановить либо просто остановить попробовать и вы поймете что возможно в этом проблема да иногда но это очень редко может быть проблема в прошивке или в обновление стало неправильно или неверно да тогда нужно сделать полный сброс возможно и в этом может быть проблема делаете полный сброс и после этого будет все нормальненько ну и естественно пройтись нужно и посмотреть какие у вас включены функции нужны ли они вам там на часах эти функции и попробовать их отключить допустим вай-фай да отключить там допустим геолокацию отключить nfc там ну еще какие там есть у нас всевозможные настройки особо больше никаких попробовать включить энергосбережения да на ваших часах для этого мы что с вами заходим вот у нас есть аккумулятор и пожалуйста мы нажали и что будет отключить он с дисплей вот на два дня в таком режиме выключать вай-фай ограничить частоту центрального процессора уменьшить яскость на 10 процентов ограничить фонное использование сети ограничены фоновые проверки местоположения ограничить синхронизацию фоновом режиме уменьшить тайм-аут экран на 15 секунд отключить жест пробуждения и нет обновления все вы это включили и тем самым вы сэкономите заряд аккумулятор уже сто процентов поэтому вот с помощью точно таких вот действий дали вещей вы сможете как бы решить проблему быстрого разряда но я уже сказал полтора суток двое суток это вообще нормально если это меньше тогда это уже конечно же проблема ее нужно искать и решать если вы знаете какие-либо другие действенные способы решения быстрого разряда аккумулятора или сталкивались с этим и вы это решили то прошу вас пожалуйста поделитесь своим опытом в комментариях под этим видосом но естественно если вам данное видео помогло решить свою проблему то пожалуйста ставьте лайк ну естественно комментарий естественно подписочка колокольчик если оно было вам полезным спасибо за ваше внимание до свидания всего доброго и до новых встреч